Вечернее шоу Аллы Довлатовой на Русском Радио. Наверное, да. Это, знаешь, как крио-сауна. Отлично. Только она у меня в постоянном варианте, это крио-сауна. У нас сегодня Никита, не Сергеич, а сейчас расскажу по отчеству, а по... Да, что ж такое-то? Куда ты делся-то у меня? А Михалыч, да, певец Никита. Никита, привет. Привет-привет. Всем привет. Ну что, мы... Старая компания. Это правда. Ну а же старая, старая. В смысле, что все те же? Модная. Это очень... И модная, и все те же. Крутая компания. На манеже все те же. Очень приятно. Это хорошо. Ну ты знаешь, мы тебя сегодня будем поздравлять, у тебя же 20 лет, песни улетели навсегда. 20 лет? Да. Ужас. 20 лет уже летаешь. Кстати, когда пел вот это вот вступление, люди почему-то не верили, они все думали, что это... Женщина. Компьютерный голос. Нет, это, ну типа, какой-то не я, это просто там какой-то голос из компьютера, который как-то сделали. В то время действительно обработок было много, и уже наверняка обрабатывают. Нет, ну он такой есть. Их и сейчас немало. Наоборот, в то время не было обработок, их сейчас много. Еще не было? По-моему, этих обработок, да, их сейчас намного больше. Были, но не такие классные, как сейчас. Сейчас вообще можно спеть уже все. Сейчас можно не петь, а как... И получится... Это правда. Но ты знаешь, вот был недавно Владимир Кузьмин у нас, и он даже нам сказал, что был период, когда все... Была мода на звучание четкое, чтобы никто не фальшивил, чтобы все было прямо идеально. Артикуляция, чтобы было идеально. И то же самое с инструментами, все обрабатывали. А сейчас, наоборот, живаго в моде. И поэтому он говорит, вот даже не пользуемся обработкой никакой. Все пользуются обработками, и даже эта же группа ЮТУ, допустим, да, как они звучат в живом звучании, ну, когда сможешь концертить. Потому что там всего четыре инструмента играют, да, бас-гитара, гитара, клавиши и вокалист, собственно, да. А какая мощь сейчас, потому что все обрабатывается правильно, грамотно, музыканты со своим звуком. Ну, как фотошоп. Главное, чтобы незаметно. Нет, но это все равно они за живьем все делают. Ну, это лучше, чем фотошоп, круче и неинтереснее. Слушай, а вот давай вспомним все-таки вот то старое доброе время, да, когда Азеншпиц тебя заметил. За что он тебя заметил? Как вот такого обычного, вроде бы, или необычного, не знаю, вот какого, парня из провинции? Вот что в тебе было такое? Я буквально недавно вспоминал, значит, жил я тогда в Санкт-Петербурге, и на какой-то улице в центре, по-моему, не Васькин остров, а Георьковская, где мне туда, Петроградка. Значит, в центре этого вот острова, там какая-то улица, то ли Ленина, то не помню сейчас. Потому что я жил там на Ленина, там где-то вот рядом, я пешком прям проходил через дворы. У нас там была база репетиционная, я пел в какой-то группе. Значит, играли мы, значит, были там клавишник, гидарист, бас-гитарист. И два вокалиста, и барабанщик. И мы там играли какую-то музыку, которая мне совершенно была неинтересна. Она была похожа на такой, скажем так, брит-поп, рок какой-то такой легкий. Ну, короче, не моя история совершенно. Мне хотелось танцевать. Но я пошел, чтобы какой-то опыт приобрести. В итоге, значит, мы пели, 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 пели. И там второй вокалист был, парень очень талантливый, очень был похож на Фредди Меркури вокалом. Только у Фредди немножко сипаца и хрип такой в свой, а у него такой чистый звук, как бы. Ну, вот это, не знаю, плюс-минус, но, короче, был. Ну, значит, они меня слили с этой группой, я помню, потому что мой голос казался слишком низкий, а им нужен был тенор, у меня был баритон. В итоге я так как-то расстроился. Ну, знаешь, так думаешь, как так записано, за что меня убрали, я вроде неплохо пою. В общем, убрали. И буквально проходит там два-три месяца, мои песни улетели навсегда, начинает, значит, звучать изо всех просто ящиков. Я как раз был что-то в Питере, приехал с гастролями, они еще меня даже, по-моему, не видели, то есть еще даже клип не вышел. Я просто пришел в эту студию, говорю, о, ребят, как дела, типа, что делаете? А, пришел похвастаться. Они не знали еще, они не знали, то есть песня-то уже звучала, но еще клипа не было. Они не знали, что это ты? Да, они знали. И такие, типа, вот, типа, все нормально, как у тебя. Я говорю, да вот, песню записал, вот сейчас вот новую, вот, хотите послушать? Сейчас вот везде звучит. Они такие, хотим. Я включаю, мы улетели навсегда, у них такие лица были такие, это ты? Она же везде крутится. Я говорю, ну да, говорю, вот сейчас все радиостанции, в том числе и русское радио взяли. Короче, это был для них шок. Они, как бы, так меня тоже опять так слегка, ну все, нам пора заниматься, у нас репетиция, давай, давай, типа, успехов тебе, удачи. Ну, вот такая вот была история, что, как бы, это, о чем я пытался сказать, что молодые девчонки, ребята, которые хотят стать артистами, профессиональными артистами, не просто звездами, которых везде круто показывают, а именно профессиональными артистами, никогда не расстраивайтесь, если какие-то первые шаги ваши получаются не очень грамотными, не очень правильными. И даже не первые. Ну, да, и не второй, да, потому что меня много откуда, куда не брали. Если вы получаете пинок под зад, не расстраивайтесь по этому поводу. Это только закаляет. Да, как говорили мои друзья из группы «Город 312», чем сильнее пинок, тем дальше траектория полета. Да, 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 вот и я тогда не остановился, и как-то вот мне повезло, а повезло почему? Приехал Грув в Санкт-Петербург. Подожди, подожди, про Грува это отдельная история. Так это же как раз все. Ну, хорошо, давай, приехал Грув в Санкт-Петербург. Приехал Грув в Санкт-Петербург, ему ребята показали, в студии, в которой мы записывали песни, показали мои вот несколько песен, в том числе «Была улетели навсегда», «Я знаю», «Девочка по имени М», там еще какие-то вот. Он услышал, говорит, давай, говорит, я съезжу в Москву, покажу продюсерам. Может быть, кому-то ты понравишься, да? Ну, как бы он почему-то был уверен, что возьмут. И он поехал, отправил нескольким продюсерам, все отказались, кроме одного, это Юрия Шмельча, Зенечко. А, то есть это Грув ему эту песню показал. Ну, с такой протекцией понятно, как он его заметил. Нет, 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 но все равно ему же могло бы не понравиться все. Нет, я же не о качестве материала, вопрос был как заметил. И вот мы приехали, как бы, уже с Грувом, я волновался жутко, думал, сейчас я там умру. Сам Эзеншпис, Влад Сташевский, певица Линда. Ну, знаешь, она была не Линда, естественно, группа кино и так далее. Чего кино? Ну, он же работал с ними, Эзеншпис. Что кино? А Эзеншпис был их продюсером, ты не знаешь? Ну, не продюсером, менеджером, я бы сказала. Но я думала, что все-таки там были другие люди, какие-то были ключевые. Я слышал, когда это было, как бы, общей доступной информацией, мне казалось, что кино, там, это вообще что-то нереальное. Технология, ну, короче, много-много-много известных коллективов музыкантов и так далее. Я ехал, помню, в поезде. А мне же сон еще приснился до этого. Так, третий сон мальчика Бананана после песни. Ну, что тебе за сон приснился? А у нас трансляция идет. Мне сон приснился, как будто, представляешь, все белое, в чем я рассказывал много раз об этом, и кто-то не верит, никто все думает, что он врет. Значит, я сплю, и во сне, как будто я захожу в какую-то такую дверь. Открываю дверь, а там все белое, все вообще внутри белое. Я иду, и издалека летит такая вот точка, она все крупнее, крупнее, крупнее. Я понимаю, что это птица, вот реально, я вот так вытягиваю руку, она садится, причем птица была, феникс, как будто говорят, с человеческим лицом, женским только почему-то, не знаю. Не узнал с ним? Нет, какая-то сказочная, она села вот так, посмотрела на меня и улетела. И я когда проснулся, я понял, все. И буквально проходит там, какое-то там несколько дней, и мне звонят, говорят, что срочно собирай себе в Москву, ты подписываешь контракцию, извинишь письмо, представляешь? Я прямо вот уже знал, что все, но вот сейчас у меня вот два раза были такие вот, скажем, вещи сны, которые... А какой второй? А второй был связан уже чисто семейный, там, с мамой, немножко... Грустный. Да, чуть-чуть грустный. Понятно. Ну, я... Ой, сейчас, простите, пожалуйста, сделаем небольшую паузу. Я в эфире говорить не могу. О, боже. Тогда скажи ему, чтобы он тебя высадил и ехал за собакой. Все. Так же домой хочу, за собакой ехать не хочу. И мало кто верит почему-то, вот все думают, что это какая-то выдумка, хотя я уже много лет об этом рассказываю, когда спрашивают вообще все, вот как все это было. Почему мало кто верит? Ну, вот не верят люди, они думают, что это все какие-то сказки. Да нет, ну почему сказки-то, если это... Ну, так тогда все и было. В этих девяностые, так тогда все и было. Такое ощущение было, что вот у меня такие же точно были истории. Вот точно такие же. Тоже я помню кассету переслала, в одно место переслала, из другого позвонили, сказали приезжай, приехала. Посадили в эфир, там ночь поработала в эфире, утром уже говорят, за эти деньги готова работать, будешь вести утреннее шоу? Я говорю, буду. Ну все, не делите на сборы. И вот так же здесь пока я поехала, забрала ребенка, перевезла там весь свой скраб. И здесь сняла в это время квартиру. Через неделю уже работала в эфире. Вот так и бывает. 2000-й год, да. Ну, это то время было. Время больших возможностей, я считаю. Ну да, нет, ну как больших. Я же до этого был, я же прослушивался группу Иванушки, когда ушел из них. Когда Сорин. Сорин ушел, да, и у них они объявили большое прослушивание. Я прошел довольно большой конкурс, и как раз в последнем туре мы были как раз вот, кого они взяли. Ну, ты слишком большой. С Олежкой, да. Да, нужен был маленький. Вот, и нет, нет, им все очень понравилось, за тем пор, пока я не запела. А, Яковлева взяли? Да, 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 пока я не запела. Запел я песню. Ну, Гатюфан, певца выбирай, ты Гатюфан, певца выбирай. Гатюфан, певца выбирай. Нет, 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 реально, слушай, там надо было танцевать, что-то прочитать. Они говорят, ну просто я весь модный, нарядный, сухолком, худой. Ну, короче, ну да. Спойгать нам песню, я говорю, да, что будешь петь? Я говорю, потихим степям Забайкалья. Зачем такой песня? А я, ну просто вот у меня была минусовка, я тогда занимался, ну, Голоша, надо показать. И, значит, а я снял ее с этой, с Инной Желанной. Она же там круто, с этими всеми штуками, мелизмами, с такими всякими горловыми пением. Я все это снял, и как запел. Дорогие друзья, Никита рассказывал мне, как его не взяли в группу Иванушки. Потому что слишком хорошо пел. Да, так и сказали, кстати, хорошо поешь. Мы тебя не возьмем. Не годится. Да, я так помню, расстроился, я так прямо звонил, бегал. Ужас, как я прямо, я прямо требовал, чтобы меня взяли в эту группу. Но меня не взяли, взяли Олежку, и сейчас я об этом не жалею. Но есть вот такой факт, да. Я не знаю, правда, помнит ли меня продюсер Матвенко, потому что он был тоже на этих прослушиваниях. И был какой-то его помощник такой в очках. Черный такой, черный пацан. Лучше давай расскажи. Я просто помню, что в те времена ходили слухи всякие. Слухи, сплетни. Столько всего ходило. Аллочка, вы что? Вот первая сплетня была, что якобы тебе перешел дорогу Дима Билан. Что, значит, он попал на какое-то мероприятие. Вообще неправда. Опять про кассеты. К разговору о кассетах, о которых мы с тобой сейчас вспоминаем. Значит, что он пришел на какое-то мероприятие, где ты выступал. Там был Юрий Шмельч, и он сунул ему эту кассету. Юрий Шмельч услышал, и он ему так понравился, и он к тебе охладил. Я имею в виду Юрий Шмельч, и он начал заниматься Биланом. Что ему-то у меня охладевать или нагреваться. Ну, в смысле, как к артисту. Началось все в него. Нет, это все неправда. Как раз уже, когда появился Дима Билан, у нас уже с ним был полнейший разлад. С Азербинджпицем? Ну, конечно, уже полнейший. Все, мы уже не общались практически. К сожалению, я перестал уже человеку в какой-то мере верить, доверять. И советоваться именно по музыкальной части. Хотя был момент, когда я пришел и попросил именно профессиональной помощи. Сказал, Юрий Шмельч, давайте, раз я не могу сейчас написать хит, вот такое время. Ну, невозможно же постоянно их, надо же питаться откуда-то. А не все время отдавать. А я три года просто постоянно отдавал. И предложил, чтобы он мне купил хит, там, либо у какого-то продюсера, там, у Макса Фадеева. Мне очень нравились его треки в то время. Ну, и сейчас, собственно, тоже. Мне очень нравился и Сенин. И там еще несколько, как бы, музыкантов, саунд-продюсеров и продюсеров, которые писали классные темы. Ну, он не очень пошел мне навстречу, отказал, грубо говоря. И после этого я вообще понял, что все, это уже все. И вот появляется как раз в этот момент Дима Билан. Ну, я просто, видите, не следил. Мне, в принципе, я, как бы, вообще не следил за всем за этим. Хотя многие говорят, что нужно держать уши, там, по ветру или нос по ветру. Что-то в директор. Ну, конечно. Нет, я никогда. Я считал, что нормальный профессиональный музыкант должен всегда, ему должно, ну, то есть заниматься своим делом. То есть если появился Дима, то это здорово, что он появился. И у меня не было никаких вот этих вот... Ревности. Их вообще никакой никогда. И когда мне начали говорить о том, что это я чуть ли там не бегал, пытался там что-то там, какие-то козни строить, для меня это было вообще дико смешно. И я Диму даже на тот момент и не знал. Мы уже познакомились гораздо позже, когда он уже был, скажем, проектом Айзеншписа, а я уже, в общем-то, с ним расторг все, скажем, контракты. Еще один был слух того времени. Значит, мне кажется, что я даже это не просто слух, а даже где-то это читала. Ну, в какой-то... Не будем называть издание. Желтенькое такое. Что якобы у вас с Айзеншпицем между вами пробежала кошка от того, что там он тебя заставил переподписать контракт. В общем, вы подписали начальный контракт на каких-то нормальных человеческих условиях. Это был контракт с человеческим лицом. А потом он вроде там бандиты какие-то или что-то вот... Что было? Вот что это? Сплетни, воронье. И именно после этого ты перестал ему доверять и с ним общаться. У тебя... Ну, как бы... Ну, там сразу это все быстро происходило. Все вот эти события, как, знаешь, когда ты вот пытаешься, скажем, подняться на какую-то ступеньку. Все оно быстро. Особенно, когда ты молодой, там оно все прям вот так вот наслаивает. Так же, когда что-то уже проходит, расходится, отпадает. Ну, это действительно? Он тебя действительно заставил переподписать вот этот вот кабальный контракт, который ты не хотел подписывать, и тебе угрожали? Просто были обыкновенные, вот, опять же, мне все говорили, что я ушел, потому что я хотел больше зарабатывать. Это вообще не так, никогда этого не было, и никогда не хотел больше зарабатывать. Мы с ним договорились, у нас был договор. Первый год ты получаешь столько, второй ты получаешь столько, третий ты получаешь столько, четвертый столько. Только, по-моему, там что-то и пятый, там, по-моему, семь лет у нас был контракт. В общем-то, вот, все было расписано по годам. Я никогда не жаловался. Да, возможно, для меня это было, скажем, мне казалось, что это не так много. Но раз уж ты договорился... Ну, в процентном соотношении. Ну, когда я слышал, как зарабатывают мои коллеги, там, из группы «Блестящие», мне и Жанна Фриске жаловалась, и другие, там, коллективы наши известные, «Стрелки», девчонки. И когда я понимал, сколько они зарабатывают, я просто молчал. То есть они меньше тебя заняты? Ну, намного причем меньше. И я думал... Ну, то есть Шпиц, в принципе, молодец. Да, 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 мне как бы грех жаловался. А тот момент, когда я увидел в договоре, я решил проконсультироваться с юристами, просто мне было интересно, как я не был... Это сколько лет уже прошло, как вы работали? Ну, может быть, год. Мне захотелось понять, что там вообще, я же не знал все эти тонкости. Я пошел к юристу у своего хорошего друга, у него мама была хороший юрист. Она посмотрела, сказала, ну, как бы, договор так себе, но, в общем-то, у тебя есть вот это, вот это, вот это. Он тебе платит? Я говорю, нет. Он говорит, ну, спроси его, почему нет? Ну, я как бы с дуру по своей неграмотности. Я говорю, Юрий Шумилич, а почему это вот тут вот это, вот это и вот это? На что он так обалдел, просто говорит, а ты как, ты откуда узнал? Я говорю, ну, вот же написано мелкими черными буковками, по белому. Ну, вот, и после этого, после концерта в Метелице, естественно, приехали, ну, как это было всегда, в 90-е приехали. Естественно, приехали бандюганы. Ребята с автоматами, большие такие здоровые. Ты что-то читать умеешь, да? Читать умеешь. Ну, если честно, я, конечно, тогда перепугался, я побледнел, потому что я впервые, ну, второй раз я столкнулся с этим, или впервые, не помню, второй, да. Первый раз как-то я не особо даже запарился, не обратил внимания. А вот второй раз я уже немножко так труханул, потому что я понимал, что есть как бы карьера, есть какие-то вещи, мне не хотелось ссориться. Ну, как бы минут 20-30 они меня там помурыжили, ну, и заставили меня переподписать договор. Я не жалею, я не жалею о том, что я его переподписал, и он стал совершенно, даже не, он стал такой же, просто убранный, все осталось то же самое. Ну, понятно, скажи честно, ты его читать-то стал или на всякий случай уже не читал вообще ничего? Ну, сейчас я вообще все отдаю сразу же юристам, они все читают, уже советуют стоить. Вот, видишь, спасибо за этот опыт. Ну, конечно, Юрия Мильчу я благодарен очень сильно. Когда мама где-то тоже что-то на меня спросила, кому-то я рассказывал, и она была рядом. Мы с кем-то болтали, и я когда сказал о том, что, представляете, он даже звонил моей маме, там, говорил, что ваш сын там такой-то, сякой-то. И мама так выходит из комнаты, и я так, что, говорит, было правда, что, говорит, он тебе, что, какие-то болидиты там, я говорю, мам, ну, это нормально, это же, конечно, это была норма определенность. Вот это была тогда норма жизни. И я понимал, что, естественно, меня никто не убьет, естественно, там, никто мне не причинит вреда, но я думаю, что он это еще делал с позиции все-таки, то есть меня это закалило, сейчас меня уже вообще ничем не напугают. Когда люди мне начинают говорить, угрожать или что-то, я с ночью так на них говорю, ребят, вы знаете, что я вообще прошел? Вы понимаете, что такое 90-е? Да. Я говорю, видел такое, что меня пугать вообще даже в принципе не нужно. Ну вот так, если уж мы сейчас вспомнили его, то по большому счету, если его вспоминать, он же сам прошел Крым и Рым. Конечно. И человеком он был всегда не только там, нельзя было сказать там Ровкова, какого Ровкова взять, мне кажется, он был, ну, провокатор, он сам провоцировал проблемы своей жизни. Но при всем при этом была, знаете, все песню «С неба ты ко мне сошла», песня была до этого вообще просто жучайшая. То есть он мне привез песню и решил меня прогнуть, типа вот пой и все. А песня называлась тогда «С неба падала звезда», только мелодия была, все, текст другой, мелодия другая, просто ужас там. «С неба падала звезда» Короче, ужас вообще, вообще не мое. Я говорю, я не буду это петь. Он говорит, будешь, я говорю, не буду. Короче, опять приехали автоматчики, все опять серьезно, я не стал петь тогда. Я говорю, вот тут, когда дело коснулось, уже вот, я еще молодой, мы только-только начали, еще даже контракт не помню, подписали, не подписали. Вроде подписали, а вроде нет, не помню сейчас уже. Я не стал тогда как бы писать песню, то есть я ее записал, я записал ее с таким каким-то армянским акцентом. «С неба падала звезда» Значит, вот так вот, он приходит в студию к Матецкому. Значит, он ему ставит, такой, все в шоке, тишина. Значит, не он в смысле ставит, а музыканты там. Ну да. Звукорежу ставит и сидят тихо. И он слушает, я такой, это кто? Никита? Гоги. Какой Никита? Армен! Армен! Он говорит, это не он. Он говорит, да, он сказал, что вы сказали, что надо спеть с таким акцентом. Это был шок для него. Он мне звонит, да, ты ба! Правильно, как сумасшедший. Я говорю, Юрий Шеменович, вот вы сейчас вот орете, я говорю, вам напишу песню намного лучше. Короче, там был мат-перемат, мы там переругались, короче, жестко. На следующий день я прихожу в студию, значит, уже с готовой песней, уже практически с готовой аранжировкой. Мы ее записываем. Он приходит там через пару дней, садится в кресло, его включают, и он просто офигел. Но я ему благодарен опять же. С неба ты ко мне не зашла. С неба ты ко мне не зашла. С тобой вот извиняюсь, говнище, по-русски говоря. Получился просто прекрасный хит, который не уступает песне «Улетели навсегда». Хотя все о нем почему-то подзабыли, а песня-то вообще крутая. Хорошо. Да, простой текст, но такая она получилась. Какая-то вот и чисто с вокальной точки зрения, с числовой нагрузкой и так далее. Вечернее шоу Аллы Довлатовой. Нет, в трансляцию. У нас все, кто нас в трансляцию смотрит, сейчас был просто фееричный рассказ Никиты. Еще один эпизод с автоматчиками из 90-х. Когда его заставлял Юрий Шмидович петь песню, которую он петь не хотел. Будешь, я сказала. Не буду. Знаешь, я не стал петь ее, но сделал песню намного лучше, интересней. И называется «С неба ты ко мне сошла», конечно. Кстати, я считаю, что вот ее немножко подзабыли, а зря. Она очень классная. И надо бы ее крутить. Мы тоже надо 20 лет ответить. Конечно. Слушай. Нет, у нее будет в будущем, в следующем году. Хорошо. Здравствуйте. Вот в то время у тебя были очень откровенные провокационные клипы. Везде был секс, секс, секс без перерыва. Ну вот такое вот прям даже… Это почему было? Аллочка, просто я был молод. И что? Когда ты молод, ты излучаешь секс. Это нормально. Как-то так. Вроде ты не дурен собой. Хотя мне казалось, что я жутко страшный, жутко отвратный. Мне так казалось. Ну почему упор делался именно на секс? Да никто не делал. Так просто получалось. Ну один клип был отель, в котором мы сделали осознанно упор на секс. Да. И я, извините, долго отпирался. Говорил, да вы что? Это вообще кошмар. Ну я же не думал, что так получится. Я думал, как-то все будет скромнее. Но когда уже подсоединился Алишер прекрасный, получилось все, как получилось. И помню, что после этих съемок мне подходит девушка. Она, кстати, очень известная. Она стала очень известным экстрасенсом. Она была так экстрасенсом? Не буду называть. Нет, тогда нет. Тогда она была просто очень красивая. Она сейчас красивая модель. Она мне предложила. Вроде бы. Я не помню. Может, по-моему, она это была. Ну нет, снималась-то она точно. А вот кто мне предложил поехать на групповушку, я уже сомневаюсь. Я еще такой, боже, нет. Говорю, вы что, какая групповушка? Я говорю, один на один-то боюсь. Если она известный экстрасенс. А еще тут групповушка. А вот потому что ты был тогда певцом сексуальной революции в нашей стране. Слушай, мне вот так говорят, но я не понимаю. За счет чего? Я не понимаю, какой сексуальной революции. Я вообще... Вот одна песня была. Ну, может быть, в каких-то там... У тебя такое было. У тебя такая и манера была всегда. Ну, это, думаю, что заслуга, опять же, продюсера. Он как бы вытаскивал все эти вещи. Мне кажется, я тут просто пел. И люди, которые работали, команда, стилисты, клипмейкеры, режиссеры и так далее. Вот все эти люди как-то вот, видимо, делали из меня какой-то вот такой продукт, который получился. Я буквально недавно прочитал Муза Босс. Да. В интернете там какая-то статья вышла. И вот они написали о том, что я какой-то там секс-революционер. Вот для меня это вообще удивительно. Я говорю, я с сексом на вы. До сих пор. До сих пор. До сих пор. Поэтому ты живешь один. Конечно, конечно. У тебя личная жизнь так и не сложилась. Вообще не хочу. А вот как ты считаешь, сложилась она у тебя личная жизнь или не сложилась? Для всех, когда человек один, они считают, что не сложилась. Есть личная жизнь, личная жизнь, а есть личная жизнь свободная. Вот личная жизнь свободная у меня сложилась. Меня это не устраивает и мне больше ничего не нужно. А зачем брать ответственность? Как говорится, за кого-то. Нет, я должен отвечать только за себя, за своих родных и близких. Ну, я сейчас вспомнила про Свету, твою прекрасную сестру, конечно же, вот как можно сказать, что если бы не она, то, может быть, и не было бы сейчас Никиты, вот здесь сидящего, с определенным багажом музыки. Она мне очень помогла, она положила всю свою жизнь, все эти 20 лет именно на алтарь вот какого-то моего, что ли, творческого счастья. Она твой директор сейчас? Она мой концертный менеджер, занимается концертами. Ну, то есть тогда, когда ты ушел от Азиншпица, она... Она не хотела вообще этим всем заниматься, она говорит, да ну, зачем? Но так получилось, что я попросил ее заняться гастрольной историей, она занималась гастролями и очень даже неплохо. Но у тебя сейчас гастрольная жизнь, вот такая, сколько выступлений? Она, конечно же, есть, но это не так часто, не по 40 концертов, как это было раньше. Ну, а по сколько? Ну, 10 есть, я уже очень рад. Ну, это хорошо, конечно. Потому что, как бы, цена же другая все равно стала, я уже не езжу за те деньги, за которые я ездил раньше. Потому что, ну, в то время нужно было накатать вот этот опыт. И Азиншпица, кстати, опять же, вот я не знаю, правильно или нет, но он брал не, скажем так, количеством, то есть не качеством цены, а количеством концертов. Ну, так не он же выступал, что ему волноваться. Ну, опять же, с другой стороны... Все вы были молодые. Ну, слушай, своих лошадок нужно беречь, знаешь. Ну... Страна большая, лошадок тут с точки... Он же очень такой дядька был, жесткий. Ну, не знаю, мне казалось, что это с одной стороны правильно, но это... Ну, сейчас я понимаю, что, может быть, конечно, надо было чуть-чуть, как говорится... Ну, короче, уже все случилось, уже сейчас. Ну, как было, так и было. У меня новая песня заряжена. Уже сейчас? Ну, а что, конечно, надо ничего тянуть. Ну, тогда давайте ставим новую песню, она называется... Да, Лава-Лавина. Лава-Лавина. Лава-Лавина, и после этого поговорим про то, что у тебя, кроме «Улетели навсегда» за эти годы написано. Да. Ну, что, мы послушали эту песню, твою Лава-Лавина. Мне очень нравится, Никит. Спасибо. Мне очень нравится. Спасибо. Да, просто хит напоминаешь сразу. Хит лето, отличное. Вот просто шикарно. Хит свою дырочку найдет, как сказали в одной передаче. Хит свою дырочку найдет. Это же... Как в одной передаче сказали, я очень смеялся долго. Нет, песня отличная. Спасибо. А вот эти цифровые-то всякие носители, а в интернете нельзя вот так сейчас... Вот я помню, я раньше жила с лебединским русским размером. Как раз тоже это был конец 90-х. Вот они прям песню выкинули, и ее растиражировали пираты. Ну, раньше-то... Сейчас тоже самое можно с ней за интернет. Ну, сейчас все по-другому. Сейчас все-таки интернет-герои становятся молодежь. Все-таки я из этой вот когорты уже 20-летних уже как бы выскочил довольно давно. Да, то есть ты имеешь в виду, что твоя аудитория... Она уже более взрослая, и до них нужно доносить музыку. То есть это радио, он в машине едет такой весь, сытый, все у него супер, или у нее... И как бы вот, и тут песня, о, песня, понимаешь? А когда тебя не крутят, ну, а откуда там, как говорится? Откуда люди вообще узнают, да, что ты пишешь? Конечно, конечно. Хотя песен очень много хороших, и... Опять же, не хочу, чтобы это выглядело все, знаешь, вот мы говорили, что я жалуюсь. Нет, как бы я всем доволен, и все, слава богу, замечательно. Но, конечно, хотелось бы, чтобы на моей песне какое-то высшее руководство крупных холдингов бы обращало внимание, потому что мне кажется, что они достойны, и... Ты сам продолжаешь все писать? Нет, какие-то песни я... Вот в данную песню я музыку написал сам, текст нет. Лав-лавина. Да, раньше писал в основном музыку сам, и тексты сам писал. Сейчас мне больше нравится сотрудничать с всякими молодыми музыкантами, которые понимают, что сегодня в тренде, и ты уже как бы... Чтобы не ошибиться, я вот... Ну, я сам как бы понимаю, конечно, чего тут греха-то и... Но, в любом случае, мне очень нравится сотрудничать с молодежью, которая талантливая, которые знают, и, скажем, текста которых мне по духу близки, и музыка, и аранжировка. Ну, как-то вот то, что я умею. Танцевальную музыку-то я же делаю с 98-го года, поэтому мне там уже все понятно. То есть, я специально живу... То, что вот есть сегодня определенные тичьми, все говорят, почему ты не сделаешь, как сегодня? Я просто не хочу так делать. Я могу сделать все вот эти вот то, что сейчас делают, все наши танцевальные, но просто мне не хочется делать, как у всех. Я хочу немножко выделяться, как говорится, из общей массы. Иметь свое лицо по-прежнему, да. Конечно, конечно. Слушай, ну а кто автор слов вот этой лавы-лавины? Ага, боится рассказывать, что все побегут, да. Ох, какой ты жучок, Никита. Ой, а я сейчас... А все написано же в интернете, можно прочитать. Ну ладно, хорошо, хорошо. Ты сейчас обмолвился, что любишь с молодежью работать. Да, конечно. Насколько я читала, к сегодняшнему интервью готовились, ты много времени проводил в Европе. Ну, это было давно. Да, и работал там с ихними местными музыкантами. Да, конечно. Сейчас это творчество у тебя продолжается, или... Ну, как бы оно продолжается, но все это на уровне ремиксов. Они делают тебе ремиксы, и ты как бы... Все равно, как бы, для того, чтобы сотрудничать, нужно знать язык хорошо. Так как я не владею английским языком, или каким-то любым другим в такой, скажем так, степени, чтобы можно было общаться и понимать друг друга уже, знаешь, на таком подкожном каком-то уровне. Ну, конечно же, нет, с русскими мне... Да и сейчас в России стали музыканты не хуже, нисколько, чем, скажем так, за границей. Поэтому мы можем все сделать здесь, в Москве, или в других любых, там... Это может быть и Тверь, и Пермь, и Нижний Новгород, и Санкт-Петербург, где я часто бываю. Там тоже у меня есть хорошие музыканты, с кем мы сотрудничаем. Поэтому это не проблема уже сегодня. Хорошо, хорошо. Говорим действительно о творчестве, тем более впереди может у тебя быть новый виток. Вот мне так кажется. А сейчас тебе никакие сны не снились? У меня вообще уже сны не сняться, потому что, понимаешь, дело в том, что я стал заниматься какими-то другими вещами, так как мне уже... Вот, кстати, я очень рад опять же, вся эта ситуация мне помогла найти себя в чем-то другом. Ну вот в чем? Хобби у тебя какое-то? Ну это не хобби, я начал заниматься строительством. Так, расскажи. Ну так, как бы это все на таком уровне типа хихиха-ха. Но мне это нравится, и я начал в этом разбираться. Ну типа дома строить, частно. А, то есть ты как прораб или как архитектор? И архитектор, и все вместе, конечно. А, то есть ты собрал бригаду. Да. Строителей. Да. Предлагаешь людям проект. И делаешь дом под ключом. Круто? Круто, но опять... А сколько ты домов уже построил? Ну, штук 10. А это прибыльное дело? Шоу-бизнес прибыльный. Скажу честно. Но тут больше, скажем, демороя такого. Чисто человеческое. Так как, знаешь, опять же, мне вся эта ситуация помогла лучше общаться с людьми. Я же вообще был нелюдим и всегда. Я не ходил ни в какие тусовки, шоу-бизнеса никогда. Да и сейчас, собственно. Вот игра. Да, у нас последний выход. Да, да. Но вот это мне все помогло общаться. То есть я стал общаться. Это же много людей. Где-то тебя обманывают. Ты начинаешь все это выкручивать. То есть очень много всего. Ну ладно, ну все. Сдала как стеклотару, да? Хорошо. У нас сейчас будет. Ну почему? А вдруг кто-то сейчас услышит и захочет. Это просто как хобби. Ну а как Лекар-Бюзье, например. Это просто как хобби. Это естественно. Это просто мне интересно. Опять же, я вот хочу сказать всем радиослушателям, что это мне помогает очень общаться с людьми. Я стал гораздо общительней. Если раньше я был такой закрытый очень, то сейчас мне вообще просто. И мешает, когда узнают. Когда вот меня узнают, это очень мешает. Поэтому ты все время в шапочке и в очках. Шапочки и в очках. А по шапочке и по очкам узнают, кстати. Нет, нет. Так-то я в жизни совершенно другой. То есть иногда узнают. Вот когда ты начинаешь заниматься, приезжают люди и такие, скажите, это вы правда? Типа ущипните меня. Уличили навсегда. Это очень мешает. Да, это единственный момент, что это... А так, конечно же... Играем. Давайте. Игра называется «Тайный смысл». Ну, я у тебя сегодня пыталась, тебя спрашивала, часто ли ты на свои тексты поешь. Ну, потому что, особенно если ты сам пишешь. Ну, даже если ты не сам пишешь. Все старое сам пишу, конечно. Вот, вот именно. Иногда люди жалуются, слушатели, что они не понимают слов. Я не понимаю, в чем смысл этой песни. Я хочу узнать, сам-то ты понимаешь смысл своей песни. Да? То есть я сейчас тебе обычным языком, прозой рассказываю смысл того, что я услышала. Может быть, это было, как это, между строк. А ты должен угадать, что за песня. Свет, а твоя задача нажать на кнопку в самый ответственный момент, когда ты услышишь правильный ответ. Если я его услышу. Я надеюсь на это. Ну, давайте. Итак, первая песня. Герой не верит, что сможет быть когда-нибудь счастлив. Он явно страдает. Я не верю в счастье, все как будто не со мной. Были мы так близко, в этой тишине ночной. Ты даже не дал мне. Ну, красавчик. Красавчик, конечно. С первого слова буквально угадал. Ты хоть послушай. С двух нот. Да, послушай полностью. Значит, следующая песня. Так. А то люди старались, понимаешь, формулировали. А ты красавчик. Сейчас думаю, что-то сложное, я уверен. Герой, по всей видимости, космонавт или астрофизик. Кометы. Он следит за процессом образования новой звезды. Плюс к этому он суеверен и верит в сны, в которых он видит интимную связь с любимой. О. О. Так. А еще раз. Герой, по всей видимости, космонавт или астрофизик, который следит за процессом образования новой звезды. Плюс он суеверен и верит в сны, в которых видит интимную связь с любимой. Давай следующий акрой. Тогда давай следующий акрой. Нет, ну это либо ночной ангел, либо с неба ты ко мне сошла. Нет? И ко всему герой очень доверчив и уверен, что может обнять нематериальный объект, например, часть суток, в частности, ночь. Скорее всего, эти галлюцинации вызваны простудой, которую он подхватил, промокнув ночью под дождем. Дальше идем. Надо понимать так, что герой обижен на небо, что оно не обращает внимания на метеоритный дождь, пока он дулся на небо, его любовь сдула ветром. То есть девушка ушла от этого ненормального. Он уже воспринимает это как знак судьбы и, лишившись своей спутницы, он любуется спутником Земли. Суть по того, как Никита выглядит, мы его теряем сейчас. Луна! Текст не мой, поэтому уже сложнее, да. Вот, то есть сложнее, поэтому ты не понимала, о чем ты поешь. Я ее не пою вообще на концертах. Но, тем не менее, угадал, угадал, угадал. Ну, угадал, угадал. А про спутник Земли она сказала. Конечно, молодец. Ну, а теперь будет сложнее. Хорошо, что у Земли только один спутник из Реки. Да, слава богу. Эта песня, мы усложняем задачу, теперь песня будет наоборот. То есть содержание будет выражено словами и действиями наоборот, да? Понимаешь? Ну, например, у тебя появится, а у меня будет исчезнуть. Я понял. Все, поехали. В первое утро я не хотела реально ненавидеть, а вечность убежала, и надо куда-то медлить. Что надо куда-то? Медлить. А, медлить? Медлить. Бежать, значит, да? Ну, либо бежать, либо другое слово. Боже мой, я не понимаю, о чем это. Ага, хорошо. Давай дальше. Ладно, вот тебе припев. Возненавидишь... Или это не припев? Нет, еще. Нет, это еще не припев. Возненавидишь уже никого и только себя. Наслаждаться нужно. Вспомни, умри, как ты. Кошмак. Я не понимаю. Давай припев. Черными червями они не будут ползать по земле в толпе. Черными червями. Ну, вдалеке не только чистое небо. А, белыми птицами, что ли? Ну, давай. Странная аналогия птица и червь. Ну, дачка, червь в земле. Птица на небе. Рожденный ползать летать не может. А здесь это твой был текст? Нет. Это вообще не моя песня. Но мы тебя поздравляем. Как это не моя? Нет, она моя. Но в смысле не я написал. Ну, мы тебя поздравляем. Ты все угадал. Ты вообще блестящий сыграл. Блестящий. Спасибо. Очень интересно было. Тебе понравилось? Да, классно. А тебе всегда у нас нравится? Всегда. Приходи почаще. Ну, я очень надеюсь... Чаще, чем раз в год, пока не получаю. Но если песня эта будет звучать, ну, вот скажи, тебя же это вдохновит на написание еще одного такого? Ну, конечно, конечно, когда артист востребован, когда артиста крутят, и его песни, скажем так, звучат на радиостанциях, всегда у артиста появляется, знаешь, как второе дыхание. Вот я жду, когда же я уже опять дышать-то начну. Ну, все, мы надеемся на то, что сейчас оно откроется. Спасибо. Потому что песня «Ла-Лавина» крутой вообще танцевальный хит. Никит. Спасибо, Никит. Никит. А можно напоследок? Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Еще. Ла-ла-ла-ла. Еще. Ла-ла-ла-ла. Еще. Спасибо. Ла-ла-ла. Вечернее шоу Аллы Довлатовой на Русском радио. Спасибо.